Друзья, большая часть боестолкновений будет проходить в лесу, поэтому я настоятельно рекомендую вам переключиться на качество 2К. Поверьте, так картинка станет гораздо более качественной. Даже если вы обладатель Full HD монитора, все равно выполните рекомендацию, поскольку в данном случае это именно качество, а не разрешение. Всех приветствую, друзья. В этом видеоролике вы увидите, как я командовал отделением корпуса морской пехоты США в контратаке американцев против силы российской армии. Камнем преткновения вымышленного конфликта стала военная конфронтация Финляндии и России, где помощь финнам оказали друзья из-за океана. В данном бою численность американцев составит 74 человека, и в качестве усиления нам будут приданы несколько БТР ЛАВ-25, а также автомобили Хаммер с дополнительным бронированием. Оппонент же наш обороняться будет численностью в 55 человек, при этом имея в распоряжении одну БМП-2 и БРДМ-2. Задача моего отделения на этот раз будет нетривиальной. В целом нашей группировке положено занять населенный пункт Ханске под контролем российских войск. Делать мы это будем следующим образом. Первый и второй взвода нашей роты должны будут форсировать водную преграду в районе Переправа-1 и Переправа-2. После того, как это будет исполнено, на другом берегу они уже по кратчайшему маршруту выдвинутся к населенному пункту. При этом поддерживать их будут два БТР ЛАВ-25. Мое отделение получило в качестве задачи не то маневр отвлечения, не то маневр по заходу в тыл. Поедем мы на двух Хаммерах по достаточно серьезному крюку на северо-востоке и в конце концов достигнем метки высадки. Оттуда опять-таки по кратчайшему пути выдвинемся к населенному пункту. Как я уже сказал, поедут с нами два бронированных Хаммера, задачей которых в свою очередь станет наделать как можно больше шуму. Посадимся. Так, подошли ко мне. Ко мне. Хантер и Скаут высадили пехоту, ждем дальнейших указаний. Подадите, карту покажу. Действуйте на свое усмотрение. Смотрите, мы сейчас вот здесь находимся. Хантер принял, выезжаем. Пехоте передайте то же самое. Техника начнет сейчас двигаться. Техника приня... Ой, пехота приняла, ези приняли. Ты слышал тебя? Да-да-да, слышал, слышал. Повтори для Скаута. Здесь находимся, сейчас Хаммера пойдет вперед. Передайте пехоте, чтобы действовала тоже на свое усмотрение. И сами переходите в свободный режим. А вот о тебе слышала. Дальше к трене. Так, двинули. Идем по тикам, потому что тут вражеская территория. Те, кто мой канал смотрит достаточно давно, главным образом видео про современные воины Стушина, например, наверное, уже заметили, что какие-то здесь другие автоматы, экипировка другая, у бойцов нет ни карт, ни рации, приходится их подзывать к себе, показывать на карте план и так далее. Это другой мод на самом-то деле, называется он ветеран. Его особенность заключается в том, что он является таким, скажем, более хардкорным. Тут действительно у большинства бойцов нет ни карт, ни рации, поэтому отделения действуют на гораздо более близких дистанциях друг от друга, соответственно, плотность боев выше и все вытекающие, в общем-то, последствия. Ну и правила здесь также, скажем, накладывают определенные коррективы. В общем, не буду вдаваться в ненужные подробности, смотрите сами, я думаю, вы все прекрасно поймете. Давай за техникой. Снайпер, Герыч. В позиции 122, даже не до 115. Прием, игл. Скаут, Хантер, Визия, полет северная. За мной пойдем. Техника уехала вперед, почему-то не захотела с нами взаимодействовать, мы могли ее навести там и так далее, но сами понимаете, машина есть машина, погнала вперед, за ней уже не угонишься. Хотя я вам честно скажу, увидите еще в видео, будут эти моменты, когда техника нам бы очень сильно пригодилась. перейдем к повтору, посмотрим, что происходило на поле боя. Синие это союзники, красные это наш оппонент. Мое отделение высадилось здесь, на северо-востоке, и вот сразу можно видеть бронемашину первую, которая срывается с места, и вместо того, чтобы пострелять просто, они едут самую, что ни на есть, обитель зла прямо в деревню к противнику. Зачем они это делали, я, если честно, не знаю. Помыслы, мне их до сих пор не ясны, если честно. Вторая машина ударилась обо что-то, сломалась, и они отъехали чиниться. Мое отделение будет двигаться дальше, поскольку машины, скажем так, не захотели с нами взаимодействовать, и будем мы пытаться что-то сделать своими силами. Если говорить про западный фланг, то там произошла катастрофа еще помасштабнее, чем у нас. Мы-то просто бронемашину потеряли, а тут первый взвод на месте переправы, первой переправы, потерял очень много пехоты, и бронетранспортер ЛАВ-25. Положение, откровенно говоря, совершенно неудачное. Второй взвод здесь также подошел к переправе, но встретился здесь, я так понимаю, что с БМП-2 нашего оппонента. Такое впечатление, что наш план они как-то прочитали, потому что слишком уж много сил скинуто вот сюда на переправы, хотя, с другой стороны, для кого-то это может показаться и очевидным. Планом здесь для синей стороны, то есть для нас. В общем, потери большие, технику мы некоторую потеряли. На нашем фланге происходит следующее. Вторая бронемашина, судя по всему, не зная об участи первой, поехала опять-таки вперед, вырвалась, и я так понимаю, что все, они вот здесь встали, окопы здесь оппонента находятся в этом лесу, и никуда они дальше не поедут. Да, вот видно, что здесь враг по ним стреляет, и фактически складывается такая ситуация, что мое деление остается здесь одно. Что-то будем пытаться делать, такой картины, как у вас, не было у меня тогда в игре, поэтому много чего я, скажем так, не знал. Ну, в общем, подошли мы сюда, вот уже прямая видимость к окопам, давайте смотреть, что непосредственно в игре происходило. Что у них там впереди окопы нарыты? Давайте правее, правее, в канал направо. Направо в канал. Бегом, бегом. Видит они, у нас. Сзади, держитесь. Бл***, точно видит. Назад, давайте, короче, бесполезно здесь, даже пытаться пойти. Назад. Давайте, ровно назад, прикрывайтесь, лево, право, не надо, за мной ровно. Идем, идем, идем. В общем, такими вот разведмероприятиями мы их окопы обнаружили. Единственное, что, конечно, ничего сделать мы им не можем, поскольку людей у меня мало, всего 6 человек, и очевидно, что, в принципе, окопы нам эти заштурмовать вообще невозможно. Тем более, насколько я понимаю, там еще рядом и БРДМ-2 находится. Ну, будем разведывать местность вокруг деревни, и, возможно, найдем какое-то слабое место, откуда можно в деревню непосредственно войти. Но тут это вообще мертвый номер, прорываться здесь, не уважать, как говорится, себя. Игл на связи? Сьюга Баха катается. Сьюга. Игл докладывает Изи. В восточной части Балтийца много вражеских окопов. Игл на связи. Игл докладывает Изи. В восточной части деревни Балтийца вырыто очень много окопов. Изи, я тебя не слышу. Передайте, если кто-то слышит. Ты действуешь на свое усмотрение. Блять. Я с тобой связь не могу держать. Помехи слишком большие. Я понял. Никто лучше меня не слышит, чем штаб. Игл говорит, что на восточной части деревни Балтийца какие-то вражеские окопы. Изи, изи, говорит. Не Игл, изи. Так, все ко мне подойдите. Короче, у нашей стороны дела плохи. С запада прорваться не получилось. Мы где-то вот здесь находимся. Там уже деревню видно. Поэтому будем сейчас сами пробовать заходить, что-то там пытаться делать. Может быть, хотя бы ослабим их. Поняли, да? Все, идем максимально по-тихому вперед. В общем, походили мы некоторое время вокруг деревни. И, судя по всему, нашли к ней подход. Я нашел место, откуда непосредственно уже дома внутри деревни Балтийц, как мы ее называем, видно. И по нам, по крайней мере, сейчас никто не стреляет. Соответственно, примерно в этом месте я попробую со своим отделением войти в черту населенного пункта. Ранее смотрят они. Азимун? Азимун 170, деревня у Мехакопа. Звук КамАЗ. Не работайте, не работайте. Тихо, не работайте. Принято? Он без пехоты внутри. Бустой. Да, он бустой. А, без. Так, давайте обратно. Докладывает Изи. В секторе 1, деревня Балтийц, также пехота врага выкопала окопы. Достаточно красиво нам удалось для оппонента возле этой деревни пропасть. Почему я уверен, что мы для них пропали? Потому что, если бы они знали твердо, что мое отделение здесь находится, то, скорее всего, машины бы здесь они просто так не гоняли. Танго отходит. Как я понял, скауту Хантеру тоже пиздец. Короче, действуешь на свое усмотрение. Желательно еще, чтобы ты сбил дальнюю. Чтобы конкретно не обосраться. Хорошо. Сбила. Блядь, у нас что слева видно, что справа, что с центра и везде есть. Еще одну огневую точку мы обнаружили, на этот раз на центральном направлении. С моих слов уже можно было слышать, что и на западе у них выкопаны окопы, и на востоке выкопаны окопы, на востоке еще и по звуку БМП-2. Короче, деревня очень плотно охраняется. Ну, судя по тому, что мы увидели, центральное направление, оно такое наиболее обескровленное у противника. И это единственный, по сути, наш шанс, как мы можем их проатаковать. Поэтому сейчас отделение мы небольшой брифинг перед атакой проведем, буквально в пяти метрах от первой огневой точки. И уже начнем действовать. Так, и все на шепот. Идете за мной, короче. Действуем по ситуациям. Все на шепот. Двинули. Двинули. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...